1933 год ознаменовался еще одним трагическим событием в истории нашего крепостничества. Было организовано соглашение об откротстве всех наций мира. Долги были списаны, а также было запрещено частным лицам владеть золотом. Один из исторических эпизодов. 18 декабря 1935 года во время Дня Веры итальянские супружеские пары и в первую очередь женщины были призваны сдать свои обручальные кольца, получив взамен бесполезные металлические колечки, как жест символической свадьбы с фашистской родиной. Для ее проведения группа хореографов подготовила спектакль коллективного снятия обручальных колец, чтобы представить зрелищность мистического союза итальянцев с фашизмом. В ответ на несправедливое наказание – санкции, наложенные на Италию Лигой Наций за агрессию против Эфиопии. Перед этим праздником была проведена агрессивная пробагантистская кампания. В общих рамках стратегии мобилизации главной темой, используемой режимом, был героизм павших в Первой мировой войне. Великая жертва мертвых в Великой войне обязывала всех итальянцев сделать донат, как маленькую жертву своей стране. В конкурсе патриотического золота участвовали все организации-участники этой кампании – профессиональные ассоциации, молодежные студенческие группы, рекреационные спортивные организации, профсоюзы, школы. Впечатляющими были усилия средств массовой информации. Пожертвование золота для Родины стало центральной темой сообщения на радио, в газетах, в короткометражных документальных информационных обзорах, показанных перед демонстрацией фильмов. Патриотическая жертва Дня Веры также была одной из любимых тем иллюстраторов пропагандистских плакатов в открытках и особенно в иллюстрированной прессе. Способствовало тому, чтобы лозунг режима был трагическим и героическим пафосом. Женщинам была отведена центральная роль. В процессе мобилизации путем широкого участия женских организаций и партий в День Веры дали им совершенно необычную общественную видимость, закрепляя ее на традиционных женских обязанностях жены и матери. Не случайно, что в центре ритуала коллективного приношения веры на площади Пьяца Венеция, которая в 8.30 утра открыла национальный праздник, перед десятками тысяч людей было пожертвование обручальных колец самой королевы Еленой Савойской, которая взамен получила стальные кольца. Эта церемония сопровождалась криками ликования, гимну, фанфара в римских приветствиях и минутой молчания в честь гражданского долга королевы, как первой женщины среди женщин. Это была небольшая зарисовка, как проводилось добровольно-принудительное отбирание золота на примере Италии. Таким образом, все золото граждан всех государств, даренное или конфискованное, было собрано в один глобальный фонд, название которому БИС – Банк Международных Расчетов, находится в Базилии, Швейцария. Этот фонд или Банк Международных Расчетов основан и контролируется иезуитами и рыцарей Мальтийского Ордена. Информация доступна всем на сайте этого фонда, но никто не интересуется и по нашему молчанию, то бишь согласию, имеем то, что имеем. А сейчас, прошу внимания, все в том же 1933 году все нации становятся частными юридическими обществами, зарегистрированными в Комиссии по обмену ценными бумагами SEC – Security Exchange Commission в Вашингтоне – орган, контролирующий фондовую биржу. Эти частные юридические общества или нации по внешней видимости общественные и государственные, но на самом деле частные, обладающие правом собственности на человеков и людей, родившимся в этом государстве. Согласно трём папским булам. Первая инстинктивная реакция – нет, это неправда. Статья 1 Конституция РФ. В Российской Федерации Россия есть демократическое, федеративное и правовое государство с республиканской формой правления. Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При знании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Статья 3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Народ осуществляет всю власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Конституция Италии Италия – демократическая республика, основным принципом которого является труд. Суверенитет принадлежит народу, который его осуществляет в формах и в пределах Конституции. Конституции Республика признает и гарантирует права неприкосновенности человека как личности, так и социальных образований, где происходит его личностный рост и требует выполнения обязанностей политической, экономической и социальной солидарности. Каждый может сам почитать ту конституцию, на которой он проживает. Смысл один, фразы разные. Я же буду рассматривать ту часть на дело Земли, название которой – Италия. Каждый может зайти на сайт SEC – Security Exchange Commission и прочитать о своем обожаемом на деле Земли. Италия зарегистрирована с регистрационным номером Italy Republic of Company Registration Number 000052782 с комплектом документов на биржевую котировку, продажей, акций и т.д. Адрес предприятия является Министерство экономики и финансов via 20 di settembre 97 Roma и почтовый адрес – правовая контора – студия Legale Visconti via Salandro 18RI. Таким образом, Италия не является свободной и народной республикой, а private company – частная компания. И государство владеет правом собственности на человеков и людей, на всех родившихся на ее территории. Но мы уже знаем, что собственность представляет собой право, связанное с трастом, федуциарным актом. Сильные мира всего знают, что собственность является фиктивной концепцией. И поэтому также население Земли может владеть только сертификатом собственности, который дает право на пользование. Во время нашего рождения без предупреждения был создан траст, то есть система доверия, то есть федуциарная система, предметом которого и есть наше существование в этой жизни. И наши родители одобрили и подписали этот траст, конечно, не будучи предупрежденными. Фактически, именно в 30-х годах свидетельство о рождении становится обязательным, в котором регистрируется рождение, таким образом подстраховываясь нашим согласием. Даже в этом конкретном случае без должного предупреждения. Вот почему эта система является мошеннической. Фактически, свидетельство о рождении является предупреждением. Потому что это определение фиктивной личности, которая не принадлежит именно тебе, а им. Виталии оригинал свидетельства о рождении не выдают на руки. Мы можем и спросить только выписку. В некоторых других государствах выдают оригиналы для личного пользования. Но все записано вначале в реестр, а потом из реестра – выписка свидетельства о рождении. Почему все-таки выписка? А потому что стоит инвентарный номер. Так сказать, что во время создания свидетельства о рождении есть два объекта. Помните в моей первой лекции о жилище из кирпичей и жилище как сертификат собственности на это жилище, где есть исполнитель, администратор и бенефициар? Так и здесь. Человек и субъект. Очень хорошо знаю, что обозначает субъект. Здесь нет ошибки. Сказано мной, верно. Так вот, человек – это человек воплоти, живой. А субъект или персона, то есть фиктивный посредник или юридическая фикция, или же траст. Этот трасс создается в соответствии с морским, или адмиралтейским, или библейским законом. И это тайная юриспруденция власть имущих и элиты. Этот трасс, который создается во время твоего рождения, – это гарантия существования твоего скафандра в этой жизни. Исполнителем всегда является государственный орган. Но кто является бенефициаром этого свидетельства о рождении? Это юридическое общество частного права, называемое Итальянская Республика, РФ, США, Республика Бурунди, Республика Тумбу-Юнбу. Это всего лишь коммерческая фирма. А быть бенефициарием чего? А всего лишь бенефициарием облигаций, ценной бумаги, правом собственности на долю компании, стоимость которой варьируется, а в настоящее время оценивается примерно в 2 миллиона долларов. На практике, в момент нашего рождения, каждое государство создает 2 миллиона долларов посредством облигаций или ценных бумаг. А залогом этой облигации является твое существование в этой жизни. А это означает производительность, рабочая сила. И чем меньше оплачиваемая и защищенная, тем более высокая прибыль для них, для пропадителей. Вот это и есть настоящая ценность. А не природные ископаемые ресурсы. Вот такая извращенная эквивалентность. Рождение равносильно созданию облигаций или ценных бумаг, или фиктивных денег. Побочный эффект – твое существование в жизни. И, следовательно, ты и есть твоя будущая работа, то есть твое крепостное существование. Ты, как облигация, навечно хранишься в SEC – Security Exchange Commission – в качестве обеспечения этой ценной бумаги. И становишься частью активов этой частной компании, зарегистрированной, как Республика Италия, РФ, Республика Макаку, Республика Тумбу-Юмбу. Не хватает третьей части, чтобы дать жизнь этой юридической фикции. Администратор – тот, кто по контракту или трасту, или свидетельство о рождении в нашем случае, берет на себя обязательство заботиться о товаре или субъекте. Так кто же этот администратор товара или, другими словами, субъекта? Каждый раз, когда полицейский или сотрудник ГАИ или судья Конституционного суда спрашивает тебя «Ваше имя Иванов Иван Иванович?» И ты отвечаешь «Да». И в этот конкретный момент ты назначил себя администратором этого траста. А вот здесь ты и попал в ловушку, которую заманили тебя с самого твоего рождения. Потому что это иллюзия или фикция, в которую тебя погружает, чтобы ты поверил, что ты и есть администратор этого живого существа. В действительности ты и есть этот траст, который носит твое имя. Но это два разных понятия, два разных мира, если хотите. Два разных мира, различны и раздельны. Человек воплоти пишет собственное имя первой или заглавной буквой, прописной или большой. Остальные буквы строчными или маленькими, как навсегда и учили в школе. Но юридическое лицо, вымышленное, пишется только прописными или другими словами большими буквами. Проверьте все документы. Удостоверение личности, банковские сообщения, налоговые уведомления, медицинскую карту и т.д. Например, если вы в банке попросили клерка написать ваше имя с заглавной буквы и остальные строчными. И если он невежда, он попытается это сделать, но потом будет вынужден ответить, что это невозможно, так как система этого не позволяет. Итак, вкратце. Если 99% нормативов закона, основанных на фикции, предполагается, что что-то истинно, но никто не ставит под сомнение это предположение. Потому что система основана только на механизме признания, как и во времена инквизиции. Жизненность системы обеспечивается только нашим самообвинением. И поэтому все основывается на нашем согласии и по нашей свободе воли. На самом деле необходимо, чтобы мы обвинили себя в чем-то? Ну, конечно. Первородный грех. Куда уж без него. А что это? Мошенничество. Использование имени, которое не принадлежит нам. Это имя с момента нашего рождения было написано заглавными буквами. А мы – это интеллектуальная собственность государства или системы, которая обманным путем заставила нас использовать это имя, не принадлежавшее нам. В тот момент, когда мы используем это имя, написанное заглавными буквами, мы заявляем. Я родился без прав. Я банкрот. Потому что моей жизнью, моим именем и моим существованием пользуются вторые. И я, следовательно, с момента рождения нахожусь в режиме контролируемого управления, где вписано не мое имя. В соответствии с Адмиралтейским правом или Адмиралтейским кодексом, или другими словами – Морским правом, или другими словами – Библейским кодексом, мы рождены уже пропавшими в море. Об этом повествуют все три папские булы, о которых я рассказывала в первой части моего повествования. Ты во время твоего рождения через маточный канал упал в воду и пропал в море. И тебе никогда не удалось добраться до материка, до земли, чтобы встать во весь рост и заявить – Азо, езмь, человек свободный! Азо, езмь, человек свободный!